так жаль что ночь и сложно сделать будет видео вот именно вот этих линий электропередач ну попробуем вот она наша это аномальная зона здесь ну вот она линия электропередач что такое почему часто он не орёт не может выборочно орать вот это все расстояние от которого мы повернули его дальше вот ну как вариант слева заправка ладно хорошо заправку мы проехали вот он сработка идет в к 8 хорошо а дальше что заправки нету дистроников нету магазина с разными дверями нету а вот кстати крайне молчит который с новой прошивкой а эти два надрываются вот он четырнадцатый год и получается пятнадцатый начало пятнадцатый заткнулся орёт четырнадцатый год на что хорошо и как вариант да не вижу я у нее датчика тёртвых зона обгоняем подальше уезжаем от киев нет ни киев опять левый радар подключается на что на что он здесь может орать в принципе опять же слева который от меня радар заткнулся справа вот тоже да заткнулся посредине вернее как он справа молчит да вот как ни странно получается тот радар который идет с прошивкой последний новый он молчал здесь в этой зоне аномальный хорошо опять же для чистоты эксперимента разворачиваемся сейчас отключаем боковые радары которые за 15-16 год и оставляем один центральный радар то есть чтобы исключить там возможные наводки радаров тех которые слева или справа от меня вот кстати киев это нас догнала благополучно становится сбоку это орал радар не на киев перед нами субарик старый у которого в принципе нету датчиков мертвых зон перед ним субарик еще старее в котором тоже нету датчиков мертвых зон магазинов заправок нету ну вот вот такая вот у нас здесь аномальная зона теперь специально круги будем нарезать так нет нет пусть включено будет отрубаем радары боковые ну чтоб выключить радар давай подержу выключай тот радар все отрубили те радары и оставили один радар тот который с прошивкой за 14 год будем так сказать закреплять эксперимент здесь вот по уму игру что-то сделать вот с этой помехой ну вот вот что ее сделать попробовать прописать ее ну давайте попробуем прописать ее если это поможет в этом случае проедем еще раз здесь если на то пошло ну что у вас здесь ну а ну 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 Продолжение следует... Вот они опять же начинают с этих линии электропередач. Первый столб пошел. Видно? Сколько видно. Вот она заправка. А ведь 2014 год молчит пока. Вот она. Ну что, тогда теперь, чтобы закрепить, разворачиваемся еще раз и едем в обратную опять же сторону. Будем круги нарезать. Сейчас проедем здесь еще раз. Думаю, два. Вот, пожалуйста, где те пели песни? Этот, нет. Ну, что вот здесь такое? Почему в эту сторону? Он орет, а в обратную сторону он молчит. Мы одни едем, за нами никого, перед нами никого. Что? Вот что это такое? Нет, получается, это не те радары здесь. Вот тут возле нас эти линии электропередач все-таки. Хорошо, делаем еще сложнее тогда. Фиксим еще раз. Я проеду, я согласен. Я включу сейчас эскорт свой. Давайте проверим на эскорте, как он работает. Чтобы уже в завершение этого всего добить. Вот что это? На что он орет здесь? Каждый второй из клиентов мне выносит мозги. Почему он на этой улице орет? А почему он орет? Никто не знает. Так что 14-й год здесь, в принципе, ни при чем. Ложники они есть в виде. Вот мы последний столб проезжаем. Все. Он не орет. То есть все-таки как-то связано с линиями с этими? Нет? Вот еще один слева столб. Может, они из-за столба? Не знаю, на чего это он орет. Нет. Пока никого нету. Так. Не-не-не, пусть снимает. Нам эксперимент надо поделать. Так. Ну вот. А теперь мы это все дело отрубаем. И ставим мой любимый эскорт. Пока вот он по GPS-у не отгублился. То есть, чтобы исключить вариант там бана этой помехи. Заодно и проверим, насколько он быстрее или медленнее против Xiaomi от дуплица по GPS-у. Там ушло где-то сколько вот отключений у нас? Ну, минутки полторы. Здесь сейчас посмотрим, больше или меньше. Я, если честно, не сравнивал. Вот он отгублился по GPS-у у нас. Сейчас начнет показывать скорость. Собирается все и не соберется. Определился все. Вот она наша скорость. Смотрим. Заправка у нас не забанена. То есть, на заправку он не реагирует в принципе никак. Так, едем дальше. Сейчас там же развернемся и поедем в обратную сторону. Я не пытаюсь их сравнить. То есть, эскорт, он у меня более такой универсальный радар. Я в основном, конечно, по городу с ним, везде. Вот, но дежурный у меня все-таки... Эта, вот, здесь же на этом же месте развернемся. Скажем, вот здесь развернемся. Да что ж у вас так много-то? Так. Да ничего, сейчас. Уезжаем. Ну и для завершения эксперимента последний дубль. Вот она, опять же, наша заправка. Заметьте, опять же, GPS подключенный. Помеха не забанена. То есть, помехи пока нету. Когда помеха забанена, он показывает ее в молчаливом варианте, пишет диапазон и показывает помеху. Молчит. Обгоняем. Ну, вот как, ребят? Я говорю, я еще раз, я не пытаюсь сравнить эти два радара, да? Три радара, четыре радара. То есть, взять, как бы, образно компанию Xiaomi, компанию Escort. То есть, отдавая деньги за Escort, я осознанно шел на это. Я знал, что это такое, как это. Но он же молчит. Никакой помехи нету. То есть, в теории, я могу отключить, по идее, GPS у него. Это ни на что не повлияет. Потому что, я еще раз говорю, если бы была здесь помеха, он бы эту помеху писал. Он эту помеху не пишет. Вот все это время, когда мы эту мелодию с Беликанем слушали у Xiaomi, здесь мы не слышим ничего. То есть, все-таки что-то-то влияет на них тогда, получается. Причем разницы нету. Как вы уже увидели, 14-й год, 15-й год, 16-й год. Абсолютно ничего. Единственное, получается, вот тот крайний, да, у нас молчал. Вот, кстати, с новой прошивкой, да, он в этом месте молчал. Поэтому, в плане, лучше или хуже новая прошивка, ну, много можно спорить за это, да, не знаю. Будет возможность, еще раз покатаю. Ну, вот, пожалуйста, факт налицо. Эскорт молчит здесь. Что, линии электропередач так влияют на радар? Так, ну, не знаю. Опять же, сколько их у нас в городе? А орет-то он только здесь, этот Xiaomi. Причем орет не затыкаясь. Плюс-минус, кстати, расстояние еще 100-150 метров. То есть, вот этот отрезок, он периодически то больше, то меньше. Ну, вот, пожалуйста, вот оно все мое видео. Как бы факт налицо, что орет как Xiaomi со старой, так и с новой прошивкой. И дело тут, по сути, не в прошивке. Левака хватает. Поэтому дальше вам там судить, что да как. Но, тем не менее, Xiaomi, как дежурный радар на каждый день, я свое мнение не меняю. Меня он, в принципе, устраивает. Опять же, все эти ложники, я их знаю. То есть, если бы я поехал в какой-то другой там незнакомый город, ну, да, мне бы там было бы сложнее. Может быть, даже захотел бы его бы в форточку вытянуть. Ну, а здесь вот, как бы, в своем городе, я прекрасно понимаю, где он срабатывает на радарах, где он срабатывает просто так, вот как было здесь, на этом отрезке. Ну, в принципе, пожалуйста, думаю, видео убедительное. Дальше выводы каждый для себя делайте сами. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!